Всех привет, дорогие друзья! Долгожданный разбор на номерной турнир UC-293, EmmaBets на связи. Меня зовут Арсений, Рома, привет! Да, всех рад приветствовать, да, мы сейчас поговорим про CoMainEvent. Знаешь, опять же, сенатор, я его даже не стал выносить в голосование, потому что, ну, он, очевидно, выиграл бы, да, потому что все остальные, ну, кроме главного боя, какие есть бои, ну, типа, они примерно там одного уровня, условно говоря. Вот, поэтому про этот бой я решил, что мы в любом случае поговорим. Все остальные поединки, они уже еще в начале недели уже разобраны, бойцов с клубом диванных аналитиков, и контендер сервис, и контендер сервис следующей недели, еще кэфы не вышли, я уже записал про всех бойцов, рассказал, можно, ну, соответственно, уже все узнать, да, и самому сделать выводы, что вот важно и что классно, да. Ну, и, конечно же, друзья, обязательно можете присоединяться к нашим ресурсам, это Telegram, там чатик есть, там и мы присутствуем, и атмосфера классная, веселая, да, и, конечно же, наш бойцовский клуб, само вступление, оно совершенно бесплатно, и там и видеотека огромная, я уже говорил, по которой я сам готовлюсь к боям UFC, потому что у меня VPN включен, да, чтобы в Fight Pass не лазить в это время, я готовлюсь к бойцовскому клубе, это очень удобно. И, конечно, там тоже есть чатик, поэтому, друзья, welcome везде, ну, а сейчас про Таэту Ивасу, которая выглядит как греческий бог, и про Волкова, который какой-то длинный, худой, что это такое, не, я не знаю. Как копье. Не, ну, бой интересный, да, два ударника прекрасных, два ударника мощных, два ударника бьющих, да, которые показывают зрелище зачастую. В целом, конечно, кэфы совершенно неравные, да, у нас здесь идет, п-п-п-п-п, 1-4 Волков, 3-1 Таэту Ивасу, да, причем Таэту Ивасу находится у нас здесь еще есть вот такие вот футболочки прекрасные, да, какие бы цвета вы носили, я хочу от вас услышать. И скоро будет запуск, я уже сам жду с нетерпением, да. В общем, по поводу поединка, у нас здесь Таэту Ивасу с Александром Волком. У Таэту Ивасу, конечно, последние два боя закончились не лучшим образом, у него было уже что-то похожее в 2018 и 2019 году, да, где он проиграл Благою Иванову, упал в нокдаун, там, где он проиграл Джуниору Ду Сантосу нокаутом, да, и где он досрочно встрял Сергею Спиваку, да. Извините. Ну, собственно, можно заканчивать здесь разбор, как и карьеру Таэту Ивасу, в принципе. Да, прошел, значит, двух пол-людей, да. Грего Харди. А почему Спивака тогда не прошел? Деррика Льюиса. В принципе, неплохой поединок с Сирилом Ганом, ну, попал он, да, попал по нему. В принципе, на руках неплохо смотрелся. Ну и Сергеем Павловичем, как бы, я не знаю, надо это учитывать, нет, просто Сергей Павлович, в принципе, любого выходит, сносит и все, ну, типа, я не знаю, учитывать, не учитывать, наверное, не учитывать, скорее, да, вот по бою с Ганом, в принципе, все понятно. Ну, вообще, так вот, если оценивать поединок, да, вот у Александра Волкова тут как бы все просто, да, он набрал хорошую форму сейчас, да, его бой со спиналом, видимо, разозлил, да, он с Тебурой был в плохой форме, со спиналом вышел, ну, так, более-менее пойдет, проиграл разгромно и так прям неплохо набрал, да, что убивает и хороших ударников, и хороших борцов за две минуты, да. В целом, как мне кажется, стилистика такова, что Волков может держать на пуш-киках этого греческого господина, да, эту скульптуру живую, да, вот, на пуш-киках, на лол-киках, да, на киках, в принципе, его держать на большой дистанции, расстреливать его и в один момент просто подлавливать его вот эти вот размашистые и, по большей части, неподготовленные панчи передним хуком и дальним. А у нас, кстати, очень хорошо обратной двойки работает, да, когда вот, ну, именно Волков, когда, например, Тайту Ивас, если он провалится, если он жестко вставит обратную двойку, прям будет неплохо. В общем, я думаю, что по делу Волков фаворит, я, в принципе, думаю, что технически, конечно, он его превосходит, я думаю, что и стилистически он, ну, здесь прям все для Волкова так хорошо складывается, но мы знаем, что Волков такой человек, который, да, вот, просто может, ну, может взять и не работать, например, да, или может взять и просто там в конце боя расслабиться, да, это мы помним все, что такое бывало у него разочек, да, точно. Вот, поэтому в голове держим что-то это у вас с колотушкой, кайф, кайф, фигена. Кайф Ивас, да, он будет у нас на родной земле, да, поэтому это держим в голове. Рома, как ты думаешь, по идее традить? Кайку Иваса, да. Ну, еще мы знаем такого бойца, как Тайтара Франц, знаете такого? Должен был тоже здесь драться. Да, на самом деле, знаешь, здесь, ну, я не то, чтобы все просто, да, ну, вроде как здесь у нас Волков, который превосходит практически в каждом аспекте, да, он и быстрее, у него передвижение намного лучше, он антропометрически, да, превосходит соперника, он значительно более техничный боец, и, ну, по идее, как бы, здесь должен выигрывать Волков, ну, естественно, мы бы просто не можем, при всем желании, да, то и вас усписывать, потому что, ну, если уж он по этому невероятному Серилу Ганну попал, а ты видел, какая защита у Серила Гана? Ну, собственно, вы сами все знаете, да, это человек, который невозможно победить, и ничто во вселенной не может это сделать, а вот Тайту Иваса был близок к этому, реально, да, чуть не убил его, поэтому мы не можем его списывать, тем более, ты совершенно прав, он на родной земле выступает, форма, конечно, как и всегда великолепная, и лучшего и не пожелать. Да, для мужчин. Вот, но, с другой стороны, какая разница, да, типа, ну, понятное дело, что он всегда в такой форме выходит, это что, мешает, да, вырубать людей, попадать по Серилу Ганну? Это без разницы, в принципе, шанс на попадание у него есть, если не попадет, я в целом не думаю, что у него, ну, какие-то есть еще возможности, да, выиграть, потому что вряд ли он выбросит больше ударов, да, вряд ли он что-то там где-то в клинчеваниях сможет, я не знаю, сделать. Ну, про партер я, в принципе, молчу, да, поэтому вот такой некий фактор попадания у вас и есть. Ну, опять же, знаешь, если прям совсем теоретизировать, может быть, где-то, если потрясать он будет, там, например, ну, добивать не сможет, как-то сможет потрясать, то тогда может еще бой как-то близким выдаться, может быть, там, судейский фактор заиграет роль. В моем понимании здесь просто это маловероятно, я просто держу в голове, что, ну, может и такое быть, да, опять же, всякое в ММА бывает, мы уже всякое с вами навидались. Ну, кейфы соответствующие, действительно, трешка, да, против 1,4 и придраться особо не к чему, даже учитывая, что чел, который, да, у себя дома на родной земле выступает, идет большим андердогом, но, ну, а за сколько он должен быть, у него, по сути, есть вот, ну, какая-то одна условная, не то чтобы возможность, да, ну, типа, одна сильная сторона, да, все остальное, что есть, это на стороне Волкова, ну, окей. Так что, я думаю, что Александр Волкова здесь больше шансов, он, скорее всего, выиграет, вполне, ну, может просто перестучить, знаешь, может и досрочно, мы видели, что и вырубали ту васу, и потрясали, и я хочу напомнить, что тот же даже Грэг Харди его потрясал, а это тоже такое себе, да, вот, но думаю, что кейф по делу, и Волков, скорее всего, выиграет. Да, и не забываем, что полный разбор на UFC, на Contender Series, на уже выложен давно, это просто феноменально, и на самом деле, действительно, не устаю повторять, что аналогов не существует и не будет существовать, поэтому, поэтому не нужно откладывать на завтра, потому что вступить в элитарный клуб можно уже сегодня, и совершенно бесплатно, никаких денег не нужно, потому что просто зайти и анализировать бои можно уже там бесплатно. Ну, с 18-го года ведется у нас там, извините, да, видеотека, видеотека с 18-го года, а также у нас сейчас есть видеотека еще в Телеграме, прошедшие поединки там можно смотреть, но удобнее, конечно, в ВК, потому что там по первым буквам бойца, например, там, Сирилган, СГ, да, соответственно, вот, можно найти его, по сути, в те поединки, да, с 18-го года, а это не так, не везде можно посмотреть, на самом деле, очень часто еще файт-пасс, да, зависает, и не все бои там тоже можно посмотреть, ну, и СВПН тоже не включается, по сути. Поэтому вступаем, пишем свое мнение о бою, пишем свое мнение о мерче, и всем пока.